Для каждого сотрудника полиции главным остается закон. Исполнение закона требуют они и от других граждан страны. А в Сочи, как известно, много туристов, в том числе и иностранных. Для работы с ними в этом году было создано даже новое подразделение «Туристическая полиция», которое после проведения Мундиаля функционирует. Они у нас общались только с иностранцами на футбол, при проведении чемпионата мира по футболу, ну и оправдали себя в полной мере. У нас постоянно проводят мероприятия международного значения, и они также в полной мере задействованы. Отличились во время Мундиаля и сотрудники райотделов. Один из болельщиков потерял в такси телефон и обратился к полицейским. В итоге, пока рассеянный фанат болел за свою команду, на стадионе «Фишт» была проделана огромная работа. Как результат, телефон владельцу вернули сразу после матча. К профессиональному празднику сотрудники полиции подошли тоже с хорошими результатами, за что и были награждены нагрудными знаками за отличие в службе, почетными грамотами и благодарственными письмами. Удалось снизить общий уровень преступности. В первую очередь, это касается тяжких преступлений. Раскрываемость других правонарушений удалось сохранить на уровне прошлого года. И главная победа – то, что сами россияне назвали Сочи одним из самых безопасных городов России. Это самый главный критерий оценки каждого туриста, который выбирает для себя место отдыха. И, конечно, мы очень гордимся тем, что Сочи входит в пятерку самых безопасных городов России. И это, конечно, особая заслуга наших полицейских. И они сегодня достойно празднуют свой праздник, потому что они этого заслужили. Правоохранительными органами была проведена серьезная работа. Отсюда и такое благоприятное впечатление о курорте, как у всех туристов, так и у спортсменов. В Сочи практически не осталось людей без определенного места жительства. Порядок полицейские обеспечивают и днем, и ночью, чтобы не потерять доверие гостей курорта. Орода специального назначения продемонстрировала приемы рукопашного боя, навыки применения оружия, специальных средств, мастерство владения телом, силу духа и бойцовский характер спецназовца, которые необходимы для выполнения различных боевых задач. А в Зимнем театре для семей полицейских был организован большой праздничный концерт. Елена Авсецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.